Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные службы Самары готовятся к обещанному. В конце недели снегопаду. Закуплены противогололедные реагенты. Вдоль городских дорог оборудовали ящики с песком. Им могут воспользоваться водители, которые не успели поменять резину на зимнюю. Наш корреспондент побывал на оперативном совещании ЖКХ и знает подробности. Со дня на день в Самаре должен выпасть мокрый снег. Специальная техника, которая будет обрабатывать дороги реагентами, уже готова. На базах муниципального предприятия благоустройства пескоразбрасывающие машины ждут первых снегопадов. Они заправлены, загружены песко-соляной смесью и могут начать обработку дорог в любой момент. По поручению вице-мэра города Владимира Василенко необходимо обеспечить бесперебойную работу техники. Предполагается, что на каждой из машин водители будут трудиться в две смены. Погода шикарная, октябрь месяц. Фактор неожиданности для всех участников дорожного движения. Для того, чтобы он не был, мы и сегодня-завтра в полном объеме будем массово проверять, чтобы в режиме ожидания в полном объеме, уже как по зимнему содержанию, пескачей находились на базах. На этой неделе в Самаре установили 45 ящиков с песчано-солевой смесью. Они помогут водителям, которые будут передвигаться по крутым склонам, мостам и путепроводам во время гололеда. Автомобилисты смогут использовать песок при проскальзывании колес на обледеневшей дороге. Также ящики стоят у некоторых остановочных павильонов. В основном для помощи водителям общественного транспорта. Их наполняют песко-соляной смесью по мере необходимости. По опыту прошлого года раз в две недели. Для содержания городских дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, помимо песко-соляной смеси, заготовили 17 тысяч тонн реагента «Бионорд». Его в этом году планируют применять в экономичном режиме. Суть работы в том, что непосредственно на машине имеется как сухой компонент, антигололедный материал, так и высококонцентрированный рассол этого материала, то есть смешанный с водой. Непосредственно при обработке проезжих частей, когда разбрасывается, происходит смешивание данных материалов, то есть оно получается увлажненным. Непосредственно сырой материал, он начинает сразу реагировать с снегом, топить его. Это по предварительным расчетам позволит экономить порядка 25-30% антигололедного материала. Работа всех служб направлена на то, чтобы исключить фактор неожиданности при первых снегопадах и гололедице. Специальные полигоны также готовы принимать снег в количестве около 800 тысяч тонн. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Отличная работа. В Самарской городской думе обсудили реализацию федеральной программы формирования комфортной городской среды. Депутаты положительно оценили благоустройство четырех общественных пространств, а также затронули вопросы подготовки города к зиме и эффективного использования тепловых ресурсов. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. В Самаре в 2019 году преобразились четыре общественных пространства. Сквер у храма Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов, сквер Фадеева и Крымская площадь. Эти территории жители Самары выбрали в марте на рейтинговом голосовании. Подрядчики с работами справились по графику и в соответствии с планом работы, согласованным с жителями. В скверах появились беговые дорожки и мягкие покрытия на детских площадках, которые требуют бережного ухода. К зимнему содержанию этих территорий готовят современную универсальную технику. Обслуживать скверы будут специалисты спецремстройзеленхоза. Будет приобретено две единицы техники, многофункциональная, малогабаритная техника, всесезонные. Это и летние операции, влажная уборка, пылесос и также и зимние операции. Как сказал руководитель департамента, наши проекты на всероссийском конкурсе заняли первое место. Это очень отрадно и большой комплимент, наверное, тем, кто исполнял эти обязательства. Представители департамента городского хозяйства и районных администраций рассказали и о подключении тепла в Самаре. К работе в полном объеме запущены все городские котельные. Подготовлено 283 тепловых пункта. Летом переложили трубы на 15 участках. Чтобы тепло в здание подавалось с максимальной эффективностью, депутаты городской думы предлагают проверить, на всех ли тепловых узлах, расположенных на чердаках, есть теплоизоляция. В этой связи предложение, чтобы при проведении подготовки, то есть паспортизации того или иного здания, так сказать, помимо управляющей компании, которая взаимодействует с поставщиками, включить в этот акт, либо председателям на квартирном доме, либо управляющим микрорайоном. И мы, в свою очередь, депутаты, готовы оказать свое содействие. Обсудили на заседании подготовку техники и дворников к зиме. Во всех районах города готовность превышает 90%. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. В школу по новому тротуару в поселке Лопатина привели в порядок дорогу, ремонта которой более 15 лет ждали местные жители. Этот участок соединяет две федеральные трассы, поэтому движение там всегда интенсивное. А в плане безопасности дорога не была обустроена вовсе. Вместе с жителями переменам радовалась Мария Левина. Ремонт этой дороги действительно долгожданный, особенно для местных жителей. Все дело в том, что трасса соединяет два поселка Лопатина и Дружбу. Средняя школа находится во втором. И раньше родители просто боялись отпускать своих детей одних. Ведь им приходилось идти по обочине, а освещения не было никакого. После ремонта страхи улетучились. Здесь появился тротуар, установили фонари освещения и оборудовали сразу несколько пешеходных переходов. Сбылись мечты жителей 15 лет, ждали ремонта данной дороги. Было много обращений граждан во все службы, во все инстанции доходили до президента Российской Федерации. Из-за того, что были случаи аварийных ситуаций. Начать ремонт так долго не могли из-за сложностей с финансированием. Эта дорога федерального значения соединяет трассы А-300, Самара-Большая Черниговка, граница с Казахстаном и М-5 Урал. Благодаря государственной программе безопасной и качественной автомобильной дороги проезжую часть наконец привели в порядок. Подрядчик отремонтировал больше трех километров магистрали. Здесь уложили два новых слоя асфальта, использовали специальную полимерную сетку. Она распределяет нагрузки на дорожное полотно и предотвращает появление трещин. Гарантия на такую дорогу пять лет. Все работы по программе безопасной и качественной автомобильной дороги производят под патронажем общественников. Облегчило жителям, пенсионерам подход даже к почте, в принципе, за свои пенсии. Вдоль дороги находится почта, средняя школа, детские сады. Дорогу ремонтировали два года, сейчас ее полностью сдали. Осталось лишь подключить освещение, но это вопрос лишь пары недель. Оформлены документы на техническое присоединение освещения. Документы переданы в ПАО «Самара Энерго» для заключения договора на энергоснабжение. После заключения договора будет осуществлено мероприятие по включению освещения, но это ориентировочно до 15 ноября. До 2024 года благодаря программе безопасной и качественной автомобильной дороги планируется отремонтировать почти полторы тысячи километров областных трасс. Мария Ильевна, Николай Пифанов, События. Совсем скоро у всех обманутых дольщиков в Самарской области появятся новые квартиры. В Самарской губернской думе решили в 15 раз увеличить бюджет на решение этого вопроса. Что еще нового прозвучало на заседании думы, расскажет Елена Малютина. Первоначально из областного бюджета на решение проблем обманутых дольщиков выделялось 58,5 миллионов рублей. Теперь сумма увеличилась в 15 раз. В 2020 году почти 855 миллионов рублей пойдут на завершение строительства проблемных объектов и денежных компенсаций обманутым дольщикам. Шаг очень серьезный. Шаг, который может заинтересовать и строителей. Шаг, который заинтересует и самих дольщиков. Это шаг при подвижке вперед, без всякого сомнения. С моей точки зрения, это очень положительное решение. Мы регион, который хотим от ситуации выправить. Эту задачу поставил губернатор. Он послание об этом сказал. И депутаты все это поддержали. Поддержали депутаты Самарской губернской думы и Ольгу Гольцову. Ее путем тайного голосования второй раз переизбрали на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Она принесла клятву и теперь будет отстаивать интересы граждан в течение ближайших пяти лет. Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина всеми средствами, предоставленными мне законом, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, быть беспристрастной, руководствоваться только законом и голосом совести. Голосу совести чаще придется прислушиваться и продавцам электронных сигарет и жидкостей для них. Депутаты приняли закон, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь нарушителям закона грозит штраф. Гражданам придется выложить до 4 тысяч рублей, должностным лицам до 20, а юридическим до 100 тысяч рублей. Этот закон позволит сохранить здоровье граждан и обеспечить пополнение бюджета. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, События. Рекоператор Самарской области ввел новые льготы. Теперь одинокие пенсионеры и дети-сироты будут платить за мусор на 30% меньше. Напомним, оплата за вывоз отходов с этого года перешла из жилищных в разряд коммунальных. Наш корреспондент подробнее о том, кто может получить льготы. Платить в два раза меньше Елены Свидерской, ветеран труда. Ей положена льгота на оплату услуги по обращению с ТКО. Она получает компенсацию в размере 50% от начисленных за оказание услуг сумка плате. Но это очень удобно, особенно если учесть, что она начислена была в автоматическом режиме. Не пришлось обращаться ни в органы соцзащиты с заявлением, не приносить какие-то квитанции об оплате. Все было начислено в автоматическом режиме. Все производится четко. Мне приходит квитанция на полную оплату за вывоз мусора. Я оплачиваю и где-то через месяц мне приходит на карточку моя компенсация, которая мне положена. Льготы на оплату услуги по обращению с ТКО действуют для отдельных категорий граждан. К категории федеральных льготников относятся свыше 190 тысяч человек на территории нашего региона. Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, это инвалиды, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф. К категории региональных льготников относятся свыше 290 тысяч человек в нашей области. Это ветераны труда, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, многодетные семьи. Компенсации предоставляются при отсутствии задолженностей по оплате коммунальной услуги. Также для той категории граждан, которые не получают никаких льгот, рекоператор установил коэффициент 0,7 – порядка 30%. Получить эту льготу могут одинокопроживающие пенсионеры, единственные собственники жилья, дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить пакет документов в Центр обслуживания населения рекоператора. Льготы будут предоставляться с момента обращения. И важный момент, изначально порядок предоставления льготы предусматривал ее действие до конца 2019 года. Но в виде отклик населения региональным операторам принято решение о продлении этой льготы также на 2020 год. Поэтому те, кто до сегодняшнего момента не получал льготы, могут к нам обратиться. Министерство от экстроресурс получает сведения об оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. И на основании этих данных мы рассчитываем компенсацию и предоставляем ежемесячно гражданам. Всего в 63-м регионе компенсации получают около 500 тысяч жителей квитанции об оплате присылает Почта России. Региональный оператор ежемесячно выгружает платежные документы на Почту России по защищенным каналам связи не позднее 23 числа текущего месяца. Сотрудники почты направляют счета адресатам. Получив квиток, житель может оплатить его как в почтовом отделении, так и на дому. Например, в сельской местности, да и в городе тоже Почта России оказывает услугу на дому. Например, человек, которому сложно выйти из дома, он может позвонить в свое почтовое отделение или сказать своему почтальону. Почтальон к нему придет со специальным мобильным переносным кассовым терминалом. В 2019-м обращение с твердыми коммунальными отходами исключили из строки содержания ремонт жилья в общей квитанции на оплату ЖКУ. Из жилищных эта услуга перешла в разряд коммунальных. Единый региональный оператор заработал в Самарской области в начале года. Компания отвечает за транспортировку, сортировку и утилизацию мусора в регионе. Это важно для того, чтобы сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, мэри Елчан, Максим Гусев. События. Лучшие муниципальные практики обсудят в Самаре на 15-м съезде Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области. Главы городов и районов поговорят о реализации национальных проектов и поделятся опытом работы. Дату 8 ноября определили на заседании Президиума Совета. Также участники Ассоциации в ближайшее время займутся подготовкой большого доклада о работе за год. Для этого во все муниципалитеты направят специальную анкету. Председатель Ассоциации, глава Самары Елена Лапушкина поручила в первую очередь делиться успешными практиками. Очень хочется, чтобы в этом году доклад был немного другим, чем был обычным, не таким протокольным. А хочется насыть его такой жизнью, действительно, Ассоциации, поскольку у нас с вами, а, во-первых, есть чем гордиться, б, есть проблемы, которые для всех общие, есть, кроме того, и решенные проблемы. Фруктовый сад вместо гаражей. В Октябрьском районе школьники посадили 45 деревьев уникальных сортов. Яблоневая роща появилась при поддержке проекта «Экология» и правительства Самары. Вместе с ребятами деревья сажала Елена Нижегородцева. Яблоневый сад и 45 деревьев, 5 сортов яблок. Будущий зеленый оазис посреди города. Все это стало возможным благодаря усилиям жителей и администрации города. Еще совсем недавно рядом со школой располагались гаражи. Преобразить территорию предложили сотрудники администрации Октябрьского района. Решили, что место отлично подойдет под Яблоневый сад. Идея понравилась школьникам, учителям и родителям. Они вызвали их собственноручно посадить деревья. В субботний день потрудиться вышли полторы сотни детей. Я очень обожаю яблоки. Я сажала яблонь впервые раз в жизни. И когда они вырастут, будут очень вкусные яблоки. И я смогу их попробовать. Мы взяли маленькую яблоню, самую маленькую. И папа ее начал закапывать. И вот мы ее посадили. Я запомнила, где эта яблоня, а теперь буду за ней ухаживать. Каждому классу досталось по яблони. Взрослые объясняли ребятам, как посадить в землю черенок, чтобы он мог правильно расти и развиваться. Самое главное здесь нет, чтобы было перпендикулярно земле растение, чтобы не было загнуто. Корни все были расправлены. Прививку самое главное не закопать. Старшие ребята копали лунки, младшие ребята сажали сегодня деревья вместе с родителем. Поэтому это получился настоящий экологический субботник. Такая замечательная акция. Саженцы предоставил самарский плодово-ягодный питомник сады при Волжье. Акция прошла при поддержке национальных проектов экология и жилье «Городская среда». Районные и областные власти тоже внесли свою лепту и посадили деревья. По Октябрьскому району, как в жилой сектор, так и в учреждении социальной сферы, мне удалось около 200 саженцев привлечь. Переносили стелу 37-го полка, там туи высаживали. Коллеги также вчера, Рязанов Сергей Владимирович, заместитель председателя думы, там рябину высаживал в аллею памяти в 42-й школе. То есть это вещь заразительная, присоединяйтесь. До заморозков планируется высадить еще около 50 деревьев во дворах Октябрьского района. В том числе и уникальные яблони экзотических сортов. Елена Нижегородцева, Константин Головин, События. Здоровый образ жизни вместо вредных привычек. В Самарской области каждый год около 12 тысяч человек попадают на больничную койку с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». Как предотвратить инсульт и по каким признакам его распознать, если он все-таки случился в нашем сюжете? Алкоголь, курение и неправильное питание, плюс малоподвижный образ жизни. Основные причины инсульта рассказали врачи-неврологи на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с этой болезнью. По статистике в Самарской области в год на 10 человек приходится три инсульта, из которых два случаются с мужчинами. Самый опасный возраст после 40 лет. Заболеваемость, вообще сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашем регионе достаточно высока по сравнению с Приволжским федеральным округом. Но, несмотря на это, смертность значительно ниже. А, наверное, умеем хорошо лечить. Признаки инсульта – асимметрия лица, нарушение или отсутствие речи, слабость в руках и ногах, частичная или полная парализация. Если это случилось с близким, нужно срочно вызвать скорую помощь. Спасти человека можно только в случае оказания помощи в первые 4,5 часа. Это время называют «золотым окном». Но, чтобы избежать угрозы жизни, говорят врачи, нужно беречь здоровье с юности. Большинство людей не следят за своим давлением и холестерином. Зато много курят и употребляют алкоголь, оправдываясь стрессом на работе или дома. Это инфантильные, безответственные люди, идущие по самоубийственному пути. Но какой человек признает, что он настолько глуп? На самом деле, нездоровый образ жизни – это не признаком однозначно. Это, как бы, многие сейчас говорят про филактисты об этом. Конечно, конечно. Точнее, сочетание недостаточного инфидуального развития и безответственности. В случае перенесенного инсульта нужно полностью поменять привычки, предупреждают неврологи. Здоровый образ жизни должен стать повседневной нормой. Это сбалансированное питание, регулярная физкультура на улице и регулярное употребление поддерживающих здоровье лекарств, чтобы избежать повторного инсульта. У пациента, который решил встать на путь выздоровления, есть шанс вернуться к нормальной жизни. Лариса Шлафас, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Уникальные методики лечения и самые современные медицинские технологии используют врачи Самарской областной больницы Середавина. Об этом говорили на научно-практической конференции, посвященной 105-летию стационарной помощи детям. В 1914 году купец Ржанов в Самаре впервые открыл палату для сирот и подкидышей. С того времени начали развивать специализированную помощь детям. Сегодня эксперты обсудили особенности оказания современной стационарной помощи, обменялись мнениями о диагностике и лечении различных болезней и подвели итоги работы за последний год. Врачи больницы Середавина одними из первых в России освоили операции по пересадке костного мозга больным с острым лейкозом. Хирурги больницы первыми в Поволжье стали выполнять операции по эндопротезированию крупных суставов и суставов кисти, реконструктивные челюстно-лицевые операции и хирургическое лечение вертеброспинальной патологии. В планах заменить всю рентгеновскую технику на цифровую, а также внедрить уникальные прогрессивные методики реабилитации с использованием клеточных технологий в лечении ряда заболеваний центральной нервной системы и крови. Наши коллеги из Германии, которые приезжают, они отмечают, что уровень оказания помощи достаточно высокий и технологии, в общем, самые-самые современные. То есть очень большие, так сказать, разительные перемены и для того, чтобы ребенок раньше шел домой, и для того, чтобы он быстрее выздоровел, и для того, чтобы мы в кратчайшие сроки поставили диагноз и вылечили наших детей. Самара готовится к параду памяти. Сегодня завершился городской этап конкурса парадных расчетов среди учеников средних школ. Каждый район выставил лучшее подразделение. Выправку и чеканный шаг юных патриотов увидел Сергей Кизоркин. Отряд юных казаков учится в 8-м классе 18-й школы. Они выиграли конкурс парадных расчетов среди других школ железнодорожного района. Теперь борются за первое место в городском смотре. Готовились тщательно, рассказала классная руководитель. Выбрали воинское подразделение, выучили песню, едут по Берлину наши казаки, научились ходить с троем. Нам захотелось красивую форму. Мы просмотрели несколько вариантов, вместе с родителями решили, что казаки будут выглядеть достаточно эффектно. Деткам понравилось и мы пошили форму такую. Плац перед 132-й школой второй год принимает парад расчетов самарских школ. В финале победители районных смотров. В жюри ветераны советской и российской армии. Кадровые офицеры в отставке, подготовка юных патриотов остались довольны. Все в конкурсе принимали участие достойные школы. Школы пошли определенную подготовку по строевой выправке и исполнению песни. И поэтому, кто участвовал в этом конкурсе, все были подготовлены хорошо и достойно. Старшеклассники 132-й школы в городском смотре парадных расчетов не участвовали. Они готовятся к грандиозному событию. К параду 7 ноября марш Калашникова. В школе работает отделение юнормии. Более сотни учеников проходят курс патриотического воспитания. Лучшие 52 юнормейца примут участие в параде памяти. Наши дети участвовали в параде памяти за прошлого года 7 ноября. В этом году, 9 мая, мы открывали парад День Победы. И мы готовимся к параду памяти 7 ноября. Надеюсь, что наши дети достойно пройдут на параде. Смотр парадных расчетов проходит не только среди средних школ, выправку демонстрируют кадетские лицеи, патриотические клубы и отряды юнормейцев. Патриотическое воспитание – это краеугольный камень воспитания вообще в нашем городе и в стране в целом. Потому что без воспитания любви к своему городу и без сохранения вот этой исторической памяти, памяти о том, что было с нашей страной на протяжении многих веков, невозможно воспитать настоящего гражданина. И патриотическому воспитанию мы всегда и в каждой школе в Самаре уделяли и уделяем большое внимание. Смотр парадных расчетов в районах и на городском этапе перед парадом памяти – это один из элементов патриотического воспитания молодежи в Самаре. В школах накануне Дня Единства проходят спектакли, конкурсы рисунков и литературные вечера, посвященные Великой Отечественной войне. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Она помогала при жизни, помогает и после смерти. В Самару привезли мощи Святой Матроны Московской. Она помогает верующим в самых разных бедах – в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии. Матроне молится о зачатии и рождении детей. За помощью к ней принято идти с цветами. Мощи Святой привезли в храм Рождества Христова в поселке Волжский. Икона с частицей мощей пробудет в Самаре до 16 ноября. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова